но мне было интересно еще выйти за площадку и поснимать и конечно это тоже собирал первоначально для меня это было не очень важный материал который находился за площадке ну по прохождении какого-то времени я понял что если есть какие-то темы то их нужно расширять и после того как я понял это что-то я стал уже собирать архивы или не архивы даже попадающиеся фотографии по тем темам которые были мне интересны так как город аж мне был очень интересен то есть есть у меня тут фотографии мои и не мои поэтому то есть тут но тоже вот мы когда приехали вот кинофильм засадов первое тоже нас поселили сначала валая потом оказалось что там мест не хватало и основная группа актеров вернее то то есть оставили вот в этом в гостинице алай а мы жили вся группа музыкальной школе конечно это был такой можно сказать даже шок такой в хорошем смысле слова потому что конечно жизнь здесь в городе в то время городе фрунзе была совершенно другая то есть когда мы приехали на юг то оказалось что там вообще совсем другая система жизни самое такое тоже для нас было непонятное когда нужно было в жару пить зеленый чай горячий пойдем попьем чай какой чай такая жара какой чайка и тоже конечно это понятие зеленого чая тоже только появилась там то здесь мы конечно пили только черный чай тогда были модную конечно для нас было удивительно вот эти стояли или самовары или специальные такие подогреватели для кипятка в которых постоянно кипела вода и чай хан щек стоял и просто как на автомате на таком споласкивал горячей водой часть засыпал зеленый чай передавала это всего так шло на таком огромном просто не отвечу алла да да джима джима гол у у меня сейчас записывает на телевидение можно через полчаса хорошо ладно давай хороший друг тоже керамист и конечно вот я туда попал не просто так приехала мы снимали это был как раз мой первый фильм на который я попал работать то есть придя вот в киностудию как раз попал в киногруппу геннадий базаровым шестьдесят восьмом году снимался фильм засада причем фильм был такой интересный построена это я не знаю такой наверное один из первых или может быть единственных таких вестернов про борьбу с басмачами и как бы он построен как раз на таком там борьба басмачей пограничников засады вот эта стрельба скачки это настолько было что тоже интересно вписывалась вот в эту южную столицу и мы рядом снимали не только вашей ездили мы в наукате очень много было съемок это были места как раз тех событий которые были как раз вот в те двадцатые тридцатые годы когда там по моему чуть ли не до тридцатых годов там до сих пор там какие-то отряды где-то скрывались там в этих в горах и где-то нет нет проявлялись эти уже ну тогда уже не просто их называли басмачами же просто называли какие-то бандитские группировки но это относилось я думаю что еще к тем басмаческим все равно проявлением и конечно было еще интересно то что все-таки прошло не так уж много времени если мы посчитаем там двадцать четвертый двадцать пятый год там например там где-то уже заканчивалась борьба с басмачистом мы были в шестьдесят восьмом году это как бы проходит период если мы возьмем тех молодых ребят которые может быть там были участвовали в тех событиях насколько им было 20-25 лет то есть в это когда мы приехали снимать то им было где-то ну 50 в среднем я так посчитаю они участники наших съемок были участвовали в массовке и как бы вот эти вот события переплетались и фильме у нас снимался в роли курбаши салават турдухаджаевич я к чему это сейчас рассказываю тоже интересно было то что когда его одевали под курбаши там у нас он по фильму был курбаши бастанку выезжал на черном коне такой курбаши а еще там взяли потихоньку кто-то пустил слух это потомок настоящего курбаши и к нему там подходили чуть ли не целовали полу халата выдачи вот так удивлена смотрели насколько это было все еще взаимосвязано и живо еще вот в памяти этих людей то есть конечно это здорово и потому что я говорю про тех людей которые там были например мне было интересное типы людей я даже вот возле в массовке где-то и возле мечети снимал этих людей вот такие типажи очень интересные то есть вот сохранились такие прям настоящие живые люди которые как бы пришли оттуда из старины и что интересно что для нас тоже было как бы в новинку что когда мы приехали то мы увидели что там ходят в основном в допу и запросто ходили вот таких намотанных ну как чалма то есть это такая для нас была тоже экзотика мы такие такого прям как бы попали в другой мир то есть вот настолько это было все интересно ну и вот как раз попалась фотография рынка конечно удивил рынок был настолько насыщенный настолько богат конечно фруктами и удивлял конечно своей дешевизной все стоило копейки даже вот я вспоминаю уже вас вот я в 68 году не помню а вот уже мы следующий фильм снимали улица это же мы жили ваше это 72 год 4 года я помню что я заходил мы возвращались из съемок мы тоже много в наукате снимали когда возвращались из съемок я просил на перекрестке остановиться они ехали в гостиницу я шел на рынок и покупал пакет килограмм персиков за 50 копеек и просто вот шел я просто объедался съедал пакет пока ходи доходил до гостиницы все мне уже не нужно было обидать то есть настолько это все было здорово ну конечно там даже сейчас мы здесь загоняемся за южными фруктами на наших базарах а тогда это было там конечно все очень доступно тот же виноград я не знаю все овощи все но было очень доступно и вкусно ну вот у меня получается что фильм засада у меня был я попал на юг и потом когда вот фильм улица запустили говорят будем ваше снимать его любимый город все конечно с удовольствием и мы больше даже не ваше жили в наукате наукатском районе и там тоже много разных интересных событий происходило но вообще очень интересные эти места и даже что интересно вот произошло что же вот как мы говорим живем в стране резко континентального климата вот с тем же фильмом улицы если брать то по много многолетним прогнозам получалось что 8 марта там где тоже должно начинаться цветение мы рассчитали а нам нужно было как раз снять цветущей долины и мы рассчитали вылетели самолетом туда подготовили к съемкам и на 8 марта выпал снег и пришлось нам ждать вообще две недели пока этот снег сойдет и все-таки начнется откроется вот это цветение насколько это все резко и поэтому я говорю о том что этот резко континентальный климат и во время съемок происходило даже вот летом мы когда снимали то что вот сейчас иногда мы по радио слышим по каким-то новостям что вдруг заходила черная туча и просто такой резкий дождь с градом просто обрушился такой просто какой-то массы мы там прятались держим и раз через там 10-15 минут вдруг реки вспухшие там вообще смывали сарайчики которые стояли вдоль берегов там все вытаки вот насколько юг вот этот вот оставил впечатление вот этих вот вещей ну и конечно юг конечно был богат взаимоотношения потому что любое застолье или где-то конечно не обходилось без плова потому что тоже мы здесь все-таки мы узнали что такое плов но когда мы приехали туда то только там поняли поняли что такое настоящий плов сузгенского риса там и все такое конечно это было другое понятие и вот это вот приготовление плова я тоже вынес оттуда теперь я уже настоящий человек который умеет делать плов и который угощает часто и гостей даже своей семьей когда когда намечается какой-то праздник мне уже там смоет оплов будет вот эти вот взаимосвязанные вещи которые как бы сожской долины с ферганской долины сашом сузгеном с наукатом которые связаны вот получились такими брал камеру вот когда я говорил же что я заходил за купить фруктов или чего-то просто я не прибегал просто брал фрукты и все просто как это заходил то я уже видел вот этот вот антураж вот этот дух юга и конечно было интересно то есть вот осталось старая лестница она по-моему до сих пор сохранена мы этот раз вот когда ездили года три назад последний раз я к слушаю где-то тут был проход и мы его потом нашли конечно там сейчас застроены этими современными лавочками с китайскими товарами но мы нашли вот этот проход кстати этот проход мы использовали фильме он у нас есть в засаде если даже посмотрите можно вот потом ваши передачи можете найти там есть какой-то разговор на фоне вот этого на этой лестнице как раз обыграли и и потому что здесь как раз вот когда я снимал видите да еще тот остался дух глинопитных домов и конечно вот если к разговору о том что еще удивило то как раз вот если мы видим строение построение дома то есть вот это строили из нескольких тополевых бревен как бы каркас а потом как ласточки на гнездо лепили если мы здесь как бы все равно на север на севере все-таки видели саман для нас был все-таки саман а там к этому относились намного проще даже они не делали сама а просто лепили шарики и заполняли эти дома и очень много таких вещей было увидено и тоже снято в те времена то есть это вот тоже один из таких одна из таких визитных карточек юга то есть строительство таких домов и вот например стариков взять то есть вот они те южные старики вот это тоже как раз вот снято на ужском рынке то есть есть такие образы очень интересные вот такой благородный старик с белой бородой красавчик вот видите тоже и вот тот дух еще чувствуете вот в этой фотографии та шапка еще сталинка что ли как я сказать назвать такие еще попадались тоже сразу до семена в смотрим на фотографии то есть это сразу допу и это и даже по моему не он там вообще в том френче которые были модны в те 50 60-е годы еще до сих пор были модны то есть вот остались такие типажи но вот тоже есть целая серия таких фотографий которые передают то время тот дух не знаю сейчас есть такие там старики или нет но это уже с другой это уже из норы на то есть вот а вот очень интересная фотография такой колоритный такой старик с такой добродушной улыбкой вот после юга каста как раз осталось вот это впечатление вот такое впечатление от юга осталось вот какая какая идет от этого старичка все такое отношение добродушная гостеприимная не знаю вот я сколько бывал там кто мы снимали еще третий фильм на искусство киргизии тоже мы очень много там снимали то есть вот получается три фильма которые позволили мне там побыть в те времена вот именно как раз 70 60 до 68 год это еще можно отнести к 60 70 80 то есть вот город меняется могу здесь даже сказать одно замечание такое может быть для мэра города аша для ашан что они застроили как раз разрешили построить при когда въезжаешь в город аш вот это дорога основная трасса въезжает в город ты вам вдруг посредине города такая стена стоит из огромного какого-то я не знаю дома который перекрывает самую главную достопримечательность суриман гору не знаю как можно было это не увидеть конечно можно это сказать ну ладно там можно же подъехать посмотреть сюда но это все-таки к такая картинка конечно она интересна кстати вот здесь не как раз вспомнил сулеман горе конечно при каждом посещении я все-таки стараюсь подняться на сулеман то пройтись по ней посмотреть как там что изменилось и посмотреть на город с высоты этой сулеман горы мне тут есть даже сняты старый еще домик бабура и потом уже новый который все-таки тогда уже к что-то не понравилось советской власти его убрали потом все-таки восстановили но уже не может быть не в таком виде каком он был но все-таки он есть и постоянная вот эта цепочка людей которые проходят по этой тропе оставляет свой след на этой сулеман горе это конечно здорово прокатывается по этой горке которая исцеляет как говорят и многие там еще есть вещи которые как бы заложены веками или как говорят еще по-русски намоленные места которые может быть может быть и не напрямую помогают но душевно помогает поднимает и создают в эту ауру этой святой горы которая тоже все равно помогает людям в дальнейшей жизни в городе уж мне пришлось участвовать в съемках нескольких фильмов тут же написали вспомнить даже засада улица сказ об искусстве потом попадал еще на других фильмах тоже работал то что уж для меня такая открытая страница которая которые всегда захожу и мне хочется все это заставить на этой странице новые фотографии новые свои впечатления